Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Продолжаю огромную, большую, многогранную тему выращивания петунии. Я уже показала вам 7 марта, как я сею петунию в гранулы, как я сею петунию простым методом посола по земле. Эти уже зашли через 3 дня. Я сегодня показала, как я сею петунию на снег, рассказала, какие достоинства у этого метода посева и какие недостатки. Сейчас мы дошли до метода посев петунии на пеленку. У этого метода тоже есть свои достоинства и свои недостатки. К достоинствам я могу отнести то, что этот метод, как на все случаи жизни экономной, например, подошел срок посева петунии, все уже поджимает. Вы не заготовили осенью землю. У вас нет грунта, закрыт магазин или вообще нет магазина. В этом случае этот метод идеальный. Смачиваете пеленку. Пеленкой может быть салфетка. Вот у меня туалетная бумага. Хочу дать совет избежать марлю или ткань, тканевую пеленку, потому что корешки проникнут в ткань или в тряпочку, в марлю, и вы потом, когда начнете пикировать, вы будете обрывать эти корни и повреждать сеянцы. Тканевые пеленки здесь не подходят. Нужна именно туалетная бумага или салфетка, которая при намокании рвется очень легко. Вы будете вытягивать эти корешки, я потом покажу вместе с этой бумажкой, и можно их рассаживать вместе. Если во всех предыдущих я говорила, что нужно делать дырочки в поддоне, то вот в этом поддоне я дырочек не делаю. Я вот сейчас налила питательную смесь, эпин. Очень-очень так много, щедро. Я насыплю сюда семена, они намокнут. Я просто потом через край вот так наклоню и солью. Семена никуда не денутся, они на мокрой пеленке останутся. И также потом я буду опрыскивать, например, если лишняя жидкость будет скапливаться, я буду наклонять вот этот вот листик и сливать. В дальнейшем ничего у нас не изменится при выращивании. Также закрываем мы крышечкой. Сейчас я все покажу, как буду сеять. Закрываем крышечкой, также нужен парниковый эффект. И все дальнейшее выращивание точно так же. Появятся корешки, потом два листика. В фазе двух семидолей уже можно пикировать. Затягивать с пикировкой. Вот при таком методе не советую. Корни могут переплестись, сцепиться настолько, что вы когда начнете их разъединять, вы просто порвете всю рассаду. Вот семена я сею простые. Это, конечно, все для простых семян сделано. На пеленке их хорошо видно. Я вот сегодня, сейчас, 10 минут назад вышла в огород и сорвала семена петунии. Вот через сито прогнала их. Вот простые семена. Как раз испытаем. Я, конечно, не уверена, что они взойдут, потому что они всю зиму пролежали, ну как простояли, кусты просто, старые кусты петунии засохшие. Ну, хотя бы принцип посева мы посмотрим. Сею также методом посола. На пеленке их хоть очень хорошо будет видно. По вашему желанию. Можете сеять редко, можете сеять густо. Я посею загущенно, потому что я не уверена в качестве семян. Я еще раз повторяю, что я их сейчас, 10 минут назад вышла в огород и сорвала вот эти семенные коробочки с прошлогодних кустов, которые засохли. Ну, они просто были старые засохшие кусты прошлогодние. Я все семена, какие есть, я потому что их на хранение не оставлю, они мне не нужны. Все вот так вот посею. Все. Вот в таком состоянии тут уже их опрыскивать не нужно, потому что, видите, они прямо в воде лежат. Вот так я их подержу полчаса, чтобы они намокли и чтобы вот эти сухие семена впитали жидкость. Лишнюю жидкость я потом вот так наклоном солью и закрою контейнер крышечкой. Ой, 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 побежали. Семена очень мелкие, с ними, конечно, нужно действовать осторожно. Если вы хотите делать более, как упрощено, пореже, чтобы вам, ну, например, 20 или 30, возьмите столько семян, сколько вам нужно и посейте реденько-реденько. Вот как я вот здесь на снегу сеяла, здесь я использовала метод разреженный. Видите, прям чуть-чуть семян, редко. Про достоинства и про недостатки. Про достоинства я сказала, экономный метод, не нужно покупать грунт, не нужен грунт, он в экстренных случаях. Этот метод вас сможет выручить. И про недостатки. У каждого метода есть свои недостатки и достоинства. Вот недостаток, это то, что тут они как только взойдут, как только распустят свои корешки, есть опасность переплетения вот этих корней. И потом, когда мы начнем пикировать, я вот стараюсь вот такие пеленочные посадки, вот только-только два листика, только они поднимутся, два листика образовались, я их скорее пересаживаю, пикирую в отдельные кассетки в мелкие. Потому что день-два, если упустить, потом вот эту пеленку поднимите, увидите с той стороны сплошное из корней, из белых, вот такая паутина переплетенная, как мицелии грибные. Вот такое что-то, видели если? И они до того, у них корневая система у петуни очень сильная и быстро разрастается. День-два упустите, вы потом при пикировке оборвете им все корни, и это ухудшает качество рассады. Вот этот недостаток является то, что переплетаются корни, и нужно не упустить, вот найти эту золотую середину, когда они взошли, появились листики, но еще не развилась корневая система. Поэтому нужно следить строго, можно поднимать вот эту пеленку и смотреть, не появились ли там с той стороны корни. Если они полезли уже на ту сторону, значит уже все, пора пикировать. Лучше, конечно, пикировать, когда есть один только, вот этот, который основной стержневой корень, когда боковые еще не появились. Если боковые появятся, это будет все, конец. Они все перевьются между собой. Все, вот это был еще один способ посева, посев на пеленку. Есть еще посев в таблетке гранул, но и гранулы маленьких семян. Я потом его покажу, но этот посев самый-самый простой, его может сделать любой. Просто вот эти таблетки мы заливаем питательным раствором, и также по принципу кассет. Во внутреннее углубление в средине укладываем маленькое семечко. Все, есть посев, когда простые семена мешают напополам с песком. Есть посев мокрыми семенами, методом шприцевания, когда вам нужно сделать дорожки. Я постараюсь в ближайший день показать вам и те способы посева. Но вот основные, какие есть, это в гранулах, на землю, на пеленку, на снег. Вот эти все методы можно использовать. И каждый из вас, попробовав хоть раз посеять питунью, тем или иным способом, конечно, выберет какой-то, который получается больше всего, лучше всего у него. Вот я читаю комментарии, кто-то только на снег сеет, потому что не умеет с загущенными посевами работать. Кто-то только на пеленку, потому что не хочется, это самый чистый способ, не хочется кому-то с землей возиться. Грязно это. Считают, что земля, ссоры-то. Но если вы уже занялись выращиванием цветов, то без земли, конечно, не обойтись, даже если вы посеете вот так вот, как я сейчас рассказывала, на пеленку, через несколько дней все равно придется пикировать в землю. Он, конечно, не сильно вас освободит от работы с землей, но все-таки этим методом тоже многие пользуются. Ну все, с вами была Ольга Чернова. Это серия видеороликов на тему выращивания петунии и тема посев петунии на пеленку. Тоже очень хороший, очень удобный, чистый способ, быстрый способ. Ничего не нужно заготавливать. Посыпал семена на мокрую туалетную бумагу и жди. Через три дня они уже должны взойти. До свидания. Как только взойдут, я вам покажу. Я вот уже показала, что 7 марта, которые я сеяла семена, простым разбрасыванием семян, так называемый метод посола, они уже взошли. Вот на пеленках тоже всходят очень быстро. Желаю всем вам дружных всходов петунии. Субтитры создавал DimaTorzok